Всего три буквы стоят на вершине многомиллиардной индустрии, которая растет с каждым днем. Три буквы, которые 10 лет назад не стоили ничего, а сейчас более 10 миллиардов. DJI DJI была основана Фрэнком Вангом, тогда еще студентом Гонконгского научно-технического университета в 2006 году. В детстве он мечтал о роботе, которым бы можно было управлять, и упрашивал своих родителей купить ему радиоуправляемый вертолет. Они купили, и как и любой ребенок, он разбил его. Тут же. Однако, в отличие от большинства детей, он сумел починить свою игрушку и уже тогда начал свой путь к званию короля дронов. Фрэнк продолжил учебу и во время жизни в Гонконге разработал то, что стало краеугольным камнем-продуктом DJI — полетный контроллер. Этот модуль дал DJI значительное преимущество над конкурентами того времени. Он позволял дронам держаться в воздухе без участия пилота, зависая в одной точке. Прочие дроны того времени нуждались в постоянном внимании и маневрировании, чтобы оставаться на месте. Ванг выстроил свою кампанию на манер Стива Джобса, с которым его много раз сравнивали. У входа в офис Ванга висит прелестная табличка на мандаринском, которая гласит «Вход только с мозгами, эмоции не вносить». Ванг — целеустремленный, посвятивший себя делу руководитель, который стремится к совершенству, в стране известны своими подделками. В 2015-м в своем интервью Forbes он сказал, «Японские производители постоянно стремятся к совершенству. В Китае есть деньги, но китайские товары ужасны, сервис ужасен, а за хорошее приходится изрядно платить». Вместо того, чтобы смириться с низким качеством, Ванг сделал то, что многие считали невозможным. Создал продукты, которые были также хороши, если не лучше, чем у конкурентов, при том, что они были разработаны и произведены в Китае. Расположившись в Шенчжене, DJI смогла воспользоваться относительно дешевой рабочей силой, производя качественные товары, которые можно продавать по высокой цене. Тот самый фирменный полетный контроллер в сочетании с превосходной продуктовой линейкой DJI и низкими ценами помог быстро поднять компанию на вершину рынка дронов. Хоть компания и не разглашает точных цифр, известно, что вырыжка DJI поскочила с 4,2 миллионов в 2011 году до 130 миллионов в 2013 году после выпуска первого «Фантома». С тех пор компания лишь крепнет и сейчас оценивается в более чем миллиард долларов. Сегодня у DJI огромный ассортимент беспилотников и других изделий, от профессиональных вроде Inspire до ручного Osmo. Однако взлет компании не обошелся без скандалов. В начале 2015 года дрон упал на газон Белого дома, спровоцировав тревогу. Это заставило DJI взять на себя обязательства по внедрению более жестких правил безопасности. Но после того, как компания выпустила, возможно, лучший дрон 2016 года Mavic Pro и купила легендарного шведского производителя фотокамер Hasselblad, будущее DJI выглядит ярким. Перевод Макс Мирончик озвучил Андрей Музычкин. Покоряет волны Анастасия Эвер. Слай Лама 2017 Не успеешь жениться на молодой, как тут же подрастают еще моложе. Продолжение следует...